И первый доклад Георгия Петровича Герова, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и Государственный институт искусствознания «Роспись певниц или хоросов балканских триконхов». Спасибо, дорогие коллеги. Вначале нужны некоторые терминологические пояснения, поскольку термин «хорос» или «хоростаси» не нашел распространения в русской традиции. Русскому человеку гораздо более понятное слово «клирос» или его вариант «крылос» от греческого слова «клирос», которым в домонгольский период обозначали не только церковный клир, но и место на предалтарном возвышении, где во время богослужения стояли и пели певчи. Позже «клиросами» стали называться северную и южную части Салии. Такое расположение певчих, надо полагать, было общепринятой практикой. В конце X – начале XI века на Афоне возникла другая традиция, которая оказала серьезное влияние на храмовую архитектуру. В науке существует самое разное предположение, пытающееся объяснить происхождение новых форм. Согласно Павлу Милоносу, афонский тип является результатом последовательного развития Константинопольского образца в местных условиях. Афонские эксиадры появились в результате желания улучшить литургическое действие образованием специальных пространств для занятых антифонным пением певчих. Впервые это произошло в главном афонском храме Портате, где эти пространства имеют, как вы хорошо знаете, прямогульную форму. С точки зрения акустики, однако, это оказалось не совсем удачное решение. В последнее десятилетие X столетия был построен кафаликон монастыря Ватопед. Он либо имел эксиадры изначально, либо получил их в результате перестройки около тысячного года. В 2002 году был расширен апсидами севера и юга кафаликон лавры святого Афанасия. Полукруглые формы, завращающиеся конками, отражают и возвращают звук в наос гораздо лучше, чем прямоугольные. Боковые апсиды для певчих получили наименование хоросов от греческого слова хорос, группа певчих, или хорстасиев от греческого слова хорстасион. Место, где стоят эти группы. Их наличие в наосе стало настолько популярным на Афоне, что построенные без них кафаликоны, например, построенного около 980 года кафаликон монастыря Эвирон, были впоследствии перестроены. Для Эвирона это примерно произошло около 1030 года, то есть приблизительно 50 лет после первоначального строительства. А те, которые были задуманы позже, либо тоже переустраивались, или те, которые, соответственно, некоторые из них были задуманы с самого начала с певницами. Святогорская традиция распространилась по Балканскому полуострову, а южные славяне называют имеющие апсидную форму пространства для певчих певницами. Трихолепевская планировка была известна на Балканах еще до появления афонского типа трихонха. Трихонки ранневизантийского периода связаны генетически с римской гражданской архитектурой и, прежде всего, с сооружениями, которые имеют погребальное предназначение. В IX-XII веках трихонхальная форма вновь приобретает популярность, прежде всего, благодаря монашеской и миссионерской деятельности. Речь идет о небольших храмах, находящихся преимущественно в населенной славянами часть полуострова. И исследователи связывают эти памятники с деятельностью Кирилла, Мефодио и их учениками Климента Охридского и Наума. Предполагается, что боковые апсиды этих памятников тоже имели преимущественно погребальное предназначение. Однако вернемся к Афоне, который превратился в центр распространения появившегося в начале XI века традиции. Наиболее популярным образцом для распорнившихся на Балканах трихонхов является трихонг Афонского монастыря Хиландар. В первоначальном своем виде этот главный хиландарский храм не имел первенец, но во время царствования сербского короля Милутина, то есть в начале XIV века, этот первый храм был разобран и на его месте уже был построен другой храм, именно с певницами. И, как кажется, в начале процесса распространения этой трихонхальной формы крестокупольного храма извините, я забыл показать. Это монастырь Хиландар, который вы уже знаете, и его, значит, кафаликон. Как кажется, основную первоначальную роль сыграл Лазар Хребельянович. Этот сербский князь построил к хиландарскому кафаликону внешний притвор, это, как я буду указывать, вот этим, наверное. Вот здесь, с западной стороны. Это включено или как? Есть. Поддержим. Ага, это. Вот. Но он не ограничился этим, по подобию Трихон Хамилутина, в созданном им монастыре Раваннице, это было создано в 70-е годы XIV века, он построил тоже кафаликон, который тоже имеет триколокальную форму. После этого он построил в своей новой столице, в Крушевоц, такую церковь. Это была придворная церковь, посвященная святому Стефану. И в литературе этот храм более известен как Лазарец по имени своего создателя, заказчика. То есть форма Трихон Хамилутина имеет та же кафаликон главного монастыря, его сына Стефана Лазаревича. И надо сказать, что это не только сами владетели, но и высокопоставленные сановники, а также монахи-основатели монастырей в их государствах строили тоже триколокусы. И эта традиция распространялась не только в сербских землях, но также на территориях, которые были вокруг, а также в Румынии. Вот это один из примеров. Обобщая, можно сказать, что к концу XIV века, первой половине XV века храм с певницами стал в землях Лазаревича, Бранковичей, в соседних землях и даже на территории современной Румынии излюбленным в аристократических кругах архитектурным типом. Особенности архитектурные и декоративные в триколокусах афонского типа и маратской школы хорошо известны. Но, как кажется, нет специальных исследований, касающих темы росписи певниц. Существуют, разумеется, посвященные отдельным памятникам монографические тексты, в которых, среди прочего, указаны и интересующие нас изображения. Однако, это не дает ответы на ряд вопросов. Именно, первое, отражается ли функция боковых обсвет на их декорацию? Если такая связь прослеживается, то в какой степени? В противном же случае необходимо уяснить, является ли роспись хоросов продолжением системы декораций НАС. второе, какова структура декорации певниц? Третье, существуют ли разные традиции или наоборот? Это одна такая традиция, которая прослеживается во всех памятниках. Именно этим вопросом и посвящен данный доклад. Анализируя материал, отметим, что его можно разделить на два периода. До и после начала Османского вулдичаства на Балканах. В первый период возникли высокие храмы, певницы которых почти достигают кровли. Вы видели все они такие. На большей части территории Турецкой империи строить такие храмы было невозможно. Православным разрешалось создавать только невысокие храмы, что сказывалось и на размеры певниц. Притом, последние уже не достигали уровня кровли. Связанное не относится к Валашким и Молдавским памятникам, как мы видели в прежнем кадре. Эти княжества сохранили православную веру как официальную государственную религию. Там продолжали воздвигать высокие храмы. Не относится это и к монашеским общинам Афон и Метеор, которые достаточно обособлены, они труднодоступны, как правило, находятся далеко от поселений и имеют особый статус. Храмы в этих оплотах православия на территориях Турецкой империи сопоставимы по размеру с храмами византийского времени. Высота имеет особенно важное значение для фресковой декорации певниц, поскольку она, как и вся роспись интерьера, разделена на горизонтальные регистры. До конца 14-го, начала 15-го века в хоросах таких регистров обычно было четыре, реже пять. Пятью регистрами декорированы, например, первенцы хиландарского и равальницкого кафеликонов, однако гораздо чаще встречаются триконфи, чьи боковые апсиды имеют четырехрегистровую фресковую декорацию. Позже ситуация изменилась. В турецкий период роспись хоросов ограничивалась, как правило, тремя, реже двумя регистрами. Это, однако, не предел сокращения в церкви поселка Студея, это XVI век в Болгарии, где первенцы совсем небольшие, наличествует лишь один регистр. В южной представлены оба Федора, Тирана и Стратилата, в северном патроны храма Святой Георгии и Святой Дмитрий Солунский. При том, что своим внедрением в архитектуру четверика боковые апсиды разрушают ровную поверхность боковых стен основного объема, характерно, что их роспись подчиняется общей системе монументальной декорации, то есть предназначение певниц почти не нашло отражения в особенностях их декора. Композиции, связанные с песнопением, практически отсутствуют. Существует, конечно, исключение. В южном хуросе Раванеце представлены так называемые Рождественцы стихира. Одна из первых стихир, которые поются в начале вечерней Рождественского сочельника. В Раванецкой композиции изображены как вы видите певча в этой композиции. В румынском монастыре Козе это живопись XVI века в Конхе певницы представлено другое песнопение достойное истие. Однако эти случаи единичные. Обычно декорация стены продолжается и заходит в пространство певницы. То есть их роспись структурирована в согласии с остальным ассамблем. Нижний регистр составляет фигуру из святых в рост. Выше находится полуфигурное или медальонное изображение. В редких случаях таких поясов два. Следует один или два регистра с изображением остростного цикла. цикл деяний и цикл деяний чудес и притчи Христа. В Конхе помещены одна или две стены великих праздников или страстей. Так, в Конхе Южной Хиландарской певницы представлено крещение в Северное оплакивание Христа. В поствизантийский период пример аналогичного решения дает роспись к филикона Афонского монастыря Ставельникита, где в Южной певнице расположены изображения преображения, а в Северное существо в ад. Боковые апсиды церкви введения Богородицы во храм в Новой Павлице, однако, которые певницы имеют четыре регистра росписи указывают на другую традицию. В Конхе Южной певницы представлены две стены стекла страстей предательства Юдой и Христос перед Каефой и Анной. Роспись боковых апсид церкви Иоанна Богослова Пагановского монастыря следует в целом общепринятию до того момента в палеологовское время принципу деления росписи, поскольку храм построен в был возведен еще в XIV веке при Константине Драгоше. Однако, поскольку живопись выполнена значительно позже, во времена турецкого уже владычества, когда ранее традиция уже деформировалась, заметны некоторые исключения. Так, в конхах певниц представлены четыре сцены, которые в этих частях прежде никогда не изображались. В Южной то, что вы видите на экране, Рождество Богородицы и Иоанн Золотой как источник премудрости в Северной, введение во храм и Григорий Богослов как источник премудрости. В некоторых еще более поздних памятников в Конхе, где раньше размещались преимущественно сцены из цикла Великих Праздников или Страстей, как мы видели, начинают разрабатываться другие темы. Например, находившаяся в Конхе певницы Кафеликона Всех Святых Метеорского монастыря Варлама изображение Христа Эммануила тематически связывается с изображением Нижнего регистра, где представлены события, последовавшими после Рождества Логоса, бегства в Египет, повеления Ирода и убиения младенцев. Характерно также решение выбрано для декорации икон боковых хоросов церкви Ветхозаветной Троицы Девотинского монастыря, это Болгария. В Южной представлено патрональное изображение, а прямо напротив в Северной певнице тетраморф. Нельзя упрекнуть, однако, работающих здесь художников в нехватке знаний. Изображение тетраморфа встречается в искусстве XVI века не так часто. Художники без сомнения понимали символический смысл этого ангелского существа и хотели использовать его для того, чтобы подчеркнуть связь двух заветов Ветхого и Нового. Девотинская роспись иллюстрирует еще одну особенность декорации певниц турецкого периода. Иногда медальонные регистры, которые опоясывают храм, в них прерываются в районе боковых апсет, то есть певниц. Анализ состава святых, которые представлены в Нижнем регистре, тоже дает интересные результаты. Как в византийской, так и в турецкий период это преимущественно воины и преподобные, что вполне объяснимо. Изображения святых воинов занимают свое традиционное место в пространстве Науса, что касается изображений чина преподобных, то их присутствие в центральной части Науса объясняется тем, что триконхальный тип характерен преимущественно для главных монастырских храмов, где монашеская тема особенно актуальна. Еще одна специфическая особенность росписи певниц, иногда в них помещается фигура патрона храма. Уже было отмечено, что в Северной певнице церкви болгарской деревни Студена представлен Святой Георгий, которому храм и посвящен. Здесь добавлю, что в Паганове группу святых северной певницей предводят патрон храма Иоанн Богослов. Отметим, что святой Савва сербский и его отец Стефан в монашестве Симеон Неманя представлены только после него. То есть государственная идея отступает на второй план, а первенство отдано патрону храма. В Новой Павлице нет такой необходимости, поскольку церковь посвящена введению Богородицы, а эта сцена не представлена в хоросах. Это объясняет, почему ближе к алтарю в группе святых в Северной певнице изображен потом правящий сербской династии первомучник Стефан, а непосредственно за ним следует Симеон Миртачивый, то есть основатель династии Стефан Немания, который, приняв в последние годы жизни, получил монашеское имя Симеон, и третий, первый сербский архиепископ Сава. Вообще сказанное, еще раз отметим, что система росписи боковых апсид прежде всего зависит от их высоты. Высота, в свою очередь, нерезко бывает обусловлена политическими и религиозными обстоятельствами возникновения или бытования памятника. В этом плане сравнительно четко намечаются два периода византийский и поствизантийский. В целом же роспись певниц следует общей программе храмовой декорации крестокупольных сооружений. Лишь изредка в ней наблюдаются элементы, которые напрямую связаны с функцией боковых апсид, как место для певчих. Наконец, в некоторых памятниках прослеживается патрональная тематика, а также встречаются варианты декорации, включающие изображения святых, признанные изображения, которые признаны акцентировать святость династии Неманичи. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Георгий Петрович. Есть у нас вопросы какие-нибудь? Я хотел спросить, значит, выводы я понимаю, но можно ли сказать, что в большинстве случаев живопись приноравливается к архитектуре, и значит, что архитектура сама не думала о том, какая будет эта живопись. Наверное, да. Спасибо. Еще какие-то вопросы, дорогие коллеги опоздавшие? Тогда, если можно, я задам вопрос. Спасибо большое, замечательно интересный доклад. Вот у меня вопрос. Я поняла, что вы выделяете два основных периода, ну, понятно, византийского времени и поствизантийского, да, и, соответственно, с турецкими, османскими ограничениями, и, если я правильно поняла, вы объяснили, что вот в Молдавалахии, да, там особые условия более автономные, так сказать, по отношению к туркам, и то же самое касается Афона и Метеор. А есть ли еще какие-то локальные отличия разных областей, ну, условно, допустим, Сербия от болгарской территории, да, и так далее, есть ли какие-то вот такие особенности или нет? Ну, в Болгарии, то есть на территории Болгарии такие трекландосы, в смысле еще времен, так сказать, до турецких или, так сказать, еще болгарских или сербских, потому что граница совсем не ясна, где происходило. значит, таких памятников совсем немного, например, церковь архангелов в Трэне, то есть возле Трэна, но этот памятник еще не изучен, его живопись тоже, и поскольку тема, вот эта тема не разрабатывала специально искусствоведами, не только здесь, как я отметил, но и в принципе, то таких исследований нету. То есть я постарался на основе публикаций, которые существуют, для себя определить, где, что изображено, но таких специальных исследований нету. Спасибо, замечательно. Да, конечно. спасибо большое. Скажите, я правильно поняла, что может быть я что-то не услышала, но у вас есть какая-то концепция, почему кситерские изображения вдруг появляются в певницах? Почему? Ну, если есть, конечно, еще это осмысление какое-то. Ну, как сказать, ну, надо знать, что в отличие от русской живописи средневековой ближе к алтарю с южной стороны изображается иногда патронное изображение. И это не только, например, если храм посвящен святому Николе, это не только там мы найдем изображение святого Никола. в Драголевцах, например, храм, который первоначально был посвящен ведению Богоматери во храм, там существует вот такое изображение. Богоматери в Кремиковцах храм посвящен святому Георгию, и там на этом месте изображено чудо Георгия со змеем. Иногда очень часто изображение патрона храма сопровождается, то есть иногда, не всегда, но иногда изображением ктитора. Он может приносить храм цветом патрону или так далее. Бывают такие случаи. Так что, может быть, это имело значение, но это редкие случаи. Скажите, пожалуйста, Георгий, вы упомянули композицию, не помню, где, где Григорий Богослов и Анзелтауст соответственно в двух конках. А значит, это что Василий Великий должен быть в центральной конке? Или здесь? Нет, нет, в какой центральной конке? В Алтаре? В Алтаре, в смысле, да. Нет, нет, там традиционно это специфика вот этого храма. И это необычное место, потому что обычно, так, например, в Кахрия Джами это изображено в приклестие, которое с южной стороны, например, в Лесного, это в притворе, в Нартаксе, в куполе изображены четыре отцов церкви, как источники премудрости. Так что это совершенные не продолжение традиции, а деформация традиции. Понимаете? Понимаете?